Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами посмотрим гадание на замечательную тему «Что на пороге?». Гадать я буду на Таро, Таро Царства Животных. И использовать буду также колоду, знаки, подсказки Вселенной, то есть какое-то указание для вас. У нас будет три позиции, это небольшое гадание. Мы просто посмотрим события вашего ближайшего будущего, что на пороге, что вас ждёт в совершенно скором будущем. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Что у вас на пороге? И пока я выкладываю карты. Первая карта — это «Вы сейчас». Я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Вайбер, Ватсап, ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. Что у вас сейчас на пороге стоит? Первая карта — это кто вы сейчас, в каком аркане вы находитесь, по мнению высших сил на сегодняшний день. И дальше смотрим события. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, гадание онлайн. Что на пороге? Давайте смотреть. Вы видитесь высшим силам, как Верховная Жрица. В этой колоде это у нас символ слона. Это значит, что символ царственного спокойствия, уверенности в себе. Символ богатства, процветания. Это значит, что вы вошли в энергии изобилия. И также у нас есть тут книга. Это значит, что вы умный человек, который готов познавать этот мир, который готов глубоко изучать что-то в скором времени. Или изучающий прямо сейчас. Также у вас есть какие-то, возможно, экстрасенсорные способности, неординарные способности. И все же вы, может быть, обладаете женской энергией, женская карта, все-таки Жрица у нас. И энергии Луны. Вы знаете, что Жрица — это у нас энергия Луны. Поэтому она тесно связана с знаком Зодиака Рак. Также что мы здесь видим? Мягкие энергии. Энергии спокойствия, но в то же время некой изолированности. Уединение. То есть у вас есть программа уединения, одиночества. Может быть, вы чуть-чуть интроверт. То есть человек, который может быть сам с собой, заниматься сам с собой. Никто ему не нужен для того, чтобы проводить время. Однако, конечно, это не значит, что вы полностью не хотите общаться с людьми. Хотите, конечно. Вы знаете, наша Жрица в этой колоде, она даже помещена на рубашку карт. Это о многом говорит, что автор колоды уважал эту карту. И вы в самой уважаемой карте находитесь. То есть это нужно учитывать, правда? Всё-таки ваше личностное состояние, таинственность, уравновешенность, желание быть в равновесии. И желание узнавать, изучать, может быть, что-то изучать. Я считаю это прекрасно. Я считаю, что вы должны развиваться. И, конечно, карта всегда показывает какого-то мага, то есть человека, который, женский маг, который может всё, который может творить свою реальность, у которого реальность всё-таки в руках. Понимаете? И это значит, что какие мысли вы будете сеять, такое будущее у вас и будет в скором времени. Причём вы совершенно разумны, вы в то же время интуитивны, вы можете подружить разум и сердце. Это тоже очень хорошо, я считаю. Поэтому да, вы всё-таки высшими силами сейчас уважаемый человек. По крайней мере, я не знаю, как людьми, но высшие силы вас уважают. Они видят в вас кого-то вот такого очень положительного. Давайте посмотрим, что на пороге у вас. Что на пороге. Будем выстраивать цепочку событий на пороге, да? События на пороге. Так, ну давайте ещё одну карту хочу. Пусть будет по четыре карты у нас на события. Тут как-то так всё вертится вокруг мужчины, да? Всё-таки заметили? Вот есть фигура ваша, она как-то больше женская, да? Фигура жрицы. А есть фигура мужская, император. Вот как-то император решать будет у вас на пороге что-то. Что-то он будет волю свою какую-то изъявлять. Может, ваш начальник, ну тогда с работы, видите, работа, восьмёрка Пентакли, да? Но тут обезьяна, она и не только работает, она и размышляет у нас. И всё-таки в дуду дудит, ей нравится, да, что-то воспроизводить. Ну что мы здесь видим по событиям? Что наш слон погружается в зиму. Ну то есть для слона это нестандартная ситуация, для жирафа тоже. Мы здесь видим животных довольно-таки из тёплых стран, но которые попали в зиму. Это значит, что у вас будет нестандартная жизненная ситуация в скором времени. То есть на пороге именно то, чего вы не ожидаете. И та обстановка, в которой вы раньше не были. Для вас это будет необычная обстановка, интересная обстановка. Дальше мы видим здесь, что мышь встретилась с пауком на восьмёрке мечей. И есть ещё и паутина. Но для мыши паутина на самом деле не страшна. Почему? Потому что она её может порвать палкой. Но паук довольно большой, да. Поэтому это как будто бы кто-то, кто соперничает с вами, с кем нужно справляться. Кто старается вас в чём-то ограничивать, может быть. Кто старается вам вставить палки в колёса. Поэтому, да, здесь идёт нестандартная обстановка, в которой вы раньше не были. И, возможно, человек, который в чём-то вам мешает. Однако мы здесь видим императора, льва нашего, да. Который старается сделать всё для того, чтобы этот процесс изменился. То есть сделать всё для того, чтобы вы из этой ситуации вышли. Вам помогают. У вас есть человек, который препятствует. Паук — это обычная женщина, кстати, паучиха, да. Она во всех видах фольклора выступает именно женщиной, вот эта паучиха. И да, вам, возможно, будет вставлять палки в колёса женщина в ближайшем будущем. Но мужчина вас выручает, он спасает вас. Он делает всё для того, чтобы вы выбрались из состояния, когда вам кто-то пытается помешать. Конечно, есть преграды для достижения целей, но император так просто не сдаётся, да. Он устраняет вам эти все преграды, и вы добиваетесь всего, чего вы хотите. Мужчина здесь явно на вашей стороне, и этот человек ваш союзник. Знак льва — это говорит о его силе, да, о его солнечной натуре, о том, что он повелевает, и о том, что он имеет энергию, которая могла бы изменять вашу судьбу, да, в лучшую сторону, соответственно. Когда мы видим нашего дорогого императора, мы понимаем, что он может одарить нас золотом, может одарить нас силой защиты и может сделать, ну, каким-то образом так, чтобы мы жили, как у Христа за пазухой, да, проявляет ответственность. Да, он может управлять нашей судьбой, то есть уже не мы управляем своей судьбой, а на неё влияет некий император, мужчина. То есть мы уже живём, получается, согласно тому, что он есть. То есть у вас в жизни как-то появляется такой человек очень, ну, важный, да, важный, на которого вы можете, с одной стороны, опереться, а с другой стороны, вам придётся согласовать с ним вашу жизнь, ваши действия. А вот если вы мужчина, если вы мужчина, здесь на вашу жизнь влияет другой мужчина, да, возможно, какая-то коварная женщина вставляет вам палки в колёса, но мужчина помогает, он ваш соратник, друг, может быть, бизнес-партнёр, который выручает вас, который делает для вас много хорошего. Восьмёрка Пентакли, наша обезьяна, явно показывает, что хочешь жить, умей вертеться, и дела в бизнесе и в работе у вас пойдут хорошо. Хорошо, но за счёт вашей смекалки и за счёт, конечно, помощи этого человека. Я здесь вижу увеличение финансового благосостояния в ближайшем будущем и вот именно состояние защиты, когда вы сначала почувствовали себя в нестандартной обстановке незащищённым человеком, а потом действительно пошла опора, поддержка, да, и увеличение как денежного потока, так и просто потока изобилия, но и поработать вам в ближайшем будущем, конечно, придётся. Особенно если вы ищете работу, кстати, хороший знак, вы её обязательно найдёте, очень хорошую. Ну вот такая позиция. Давайте посмотрим теперь подсказки Вселенной для вас. Что вам скажет Вселенная? Какой совет она вам даст? Настройтесь на удачу, говорит Вселенная. Делайте всё радостно и легко. Видите, вам главное не копить негативные эмоции, да? Следите за знаками, которые подаёт вам Вселенная. Вот мы сегодня с моей ученицей даже на занятии это обсуждали, что если человек находится сейчас, допустим, в Аркане влюблённые, да, то есть проходит путь шута, и ему нужно обращать на знаки внимания, ну не только такому человеку, а всем, всем просто, ну как сказать, может явиться, допустим, если вы в Аркане влюблённые, да, может явиться имя человека, допустим, написанное на заборе, что это ваша вторая половинка. А здесь вы у нас в Аркане жрица, и ещё Аркан рядом император, да, если старше Аркана смотреть. И это любые знаки, которые вам подаёт Вселенная, то есть она с вами разговаривает. И вы, допустим, видите какое-то слово на магазине, на вывеске, это слово на стене, там, на заборе, да, это слово может вам что-то подсказать, какой-то знак, или чьё-то имя подсказать, какой-то знак. Так вот обращайте внимание, обращайте, и это будет знак, строящий вашу жизнь, вашу судьбу вашими руками, да. То есть вы повелеваете, что жрица, что император, повелеваете своей судьбой. Ну вот такая позиция номер один. А мы идём с вами дальше, в позицию номер два. Что у вас на пороге? Будем смотреть сейчас. И Демид храпит, как лошадь, я извиняюсь, как обычно, да, наша стрекозка. Первая карта, в каком Аркане вас видят высшие силы? Колесо фортуны, всё меняется, да, всё в вашей жизни меняется, вы куда-то покатились. Куда катимся, не знаем, только сюрпризы нас ждут в жизни, да. Всё циклично, всё идёт по кругу, помните об этом. Поэтому, когда вам кажется, что ваша жизнь куда-то катится и всё меняется, вы не знаете куда, знаете, что всё идёт по кругу. Поэтому всегда возвращается на круги своя. И да, вы можете поменяться изнутри, но всё вернётся на круги своя. Ну, колесо фортуны — это человек всё-таки, который должен повиноваться судьбе и высшим силам сейчас. То есть вам нужно положиться на высшие силы, это самое главное. Потому что если вы начнёте сопротивляться, вас неизвестно, куда он несёт реально. И вам нужно вот это осознать, прям осознать, что вы можете действовать смело, непредсказуемо, но полагаться именно на высшие силы, на своё везение, может быть. Вам нужно быть лёгким, храбрым человеком, активным, жизнерадостным. Может, вы таким и являетесь, у вас высшие силы, не зря же колесом видят. Вот тут у нас бабочка такая, да? То есть из гусеницы мы превращаемся в бабочку. У вас идёт трансформация какая-то, изменение. Вы как будто бы начинаете расцветать, вы как будто бы перестаёте жрать листья, потом в кокон, а потом уже крылья у вас вырастают. Ну, то есть всё идёт именно в рост. Я считаю, что если вы колесо фортуны, то вы попадаете в десятку. То есть вы можете метнуть дротик, у нас у вас в десятку прилетит, да? Ну, моё мнение, что ваша жизнь для других людей выглядит явно насыщенной, интересной. Вот. Может быть, вы выглядите как баловень судьбы для высших сил. Может, вы так не считаете, но всё-таки. Конечно, идут и кармические здесь изменения. То есть вы как будто бы выполняете свои кармические задачи, кармическое предназначение. Но для этого вам придётся пережить жизненные изменения, перемены какие-то. Ну, сейчас действительно в мире всё меняется. И не только у вас, а вообще у всех, правильно же? Вообще у всех. И мы все знаем, что раз рука судьбы нас ведёт, нам куда-то идти в жизни всему своё время. Вот такой у вас путь. Вы должны быть благодарны. Ну, как должны? Если у вас не получается, не надо. Я просто говорю, что вы можете быть благодарны, что вас куда-то ведёт Господь. Понимаете? Просто идите за ним. Просто идите. Ну, давайте посмотрим, что у вас на пороге. Раз вы в переменах живёте, наверняка насыщенная жизнь, что у вас на пороге, да? Ну, тут всё отлично. Тут всё отлично. Что-то очень хорошее грядёт в вашу жизнь, конечно. Наиболее позитивные перемены сейчас идут. То есть даже если у вас что-то было негативное, и вы покатились реально непонятно куда, сейчас явно всё идёт только в позитивную сторону, никак иначе. По сути, на вашу жизнь в ближайшем будущем может влиять женщина, королева Пентакли и коза, да? Ну, сразу же символ либо год козы, либо козерог. Вот. Либо просто знак Земли, либо это вы. Ну, то есть у вас период расцвета идёт в жизни, и финансовое благосостояние у вас будет прекрасным. То есть карта, она всегда символизирует стабильное финансовое и семейное положение. Звёзды тут же ещё и выпали, да? Звезда наша показывает, ну, идёт исполнение желания, мечты. Карты очень хорошие. Период расцвета в жизни и исполнение мечты. Карты светлые. Карты говорят, что всё хорошее в вашей жизни впереди. Счастье, вот счастливое действительно будущее, радость. И настраивайтесь на лучшее, потому что у вас действительно будет только лучшее. Вы этого не ожидали, скорее всего. Вы просто куда-то катитесь, вы понятия не имеете куда. Но вы катитесь в самое большое счастье. Вот всё будет отлично. Может, вы в это не верите сейчас. Может, вы думаете, что всё будет очень плохо. Может, вам кажется, что жизнь идёт под откос. Но на самом деле это не так. Вот реально некоторые люди, они считают, что всё плохо. И даже могут не поверить, что жизнь поменяется к лучшему. Но вы это увидите просто на практике. У вас идёт двойка кубков. А это значит, что может быть признание в любви или примирение с любимым человеком или сильное улучшение с ним отношений на самом деле. Карты показывают, что может быть предложение свадьбы или просто большая любовь, светлая, чистая любовь, приятные отношения. Может быть, даже как, ну не знаю, лучшие друзья с вашим любимым человеком, когда есть и о чём поговорить. Вообще звёзды — это карта расстояний. То есть, может быть, грядёт переезд. Но раз вы куда-то катитесь, может быть, вы куда-то переедете. Но это не значит, что это плохо. Это может быть очень хорошо. Вы там будете с любимым человеком. Вы там будете строить свой рай, своё счастье под солнцем. Солнце рядом, да? Конечно, будете свой рай, своё счастье строить в вашей великолепной любви. И здесь идёт процветание, благосостояние, богатство. Карты явно заявляют, что грядёт не только любовь, да, но и грядёт волна удачи, то есть волна изобилия. Солнце озаряет всё вокруг. На вашей стороне не только звёзды, да? Но мы здесь видим парочку зайчиков. А это значит, что вы всё равно будете в паре, вы всё равно будете в любви купаться. Может быть, пополнение в семье. То есть, когда мы видим двойку кубков, поддерживающую солнце, понятно, что может быть пополнение в семье. А может быть, новая идея, новый проект в вашей жизни, который приносит большое человеческое счастье, самореализацию. Просто знайте, что грядёт всё самое лучшее на пороге, всё самое-самое. Вот то, что вы даже и не ожидали. Счастье, большое счастье, да, счастливое будущее. Давайте посмотрим подсказки Вселенной для вас. Ну, я вообще здесь вижу, ну, все карты очень хорошие, да? Прямо как будто джекпот вытянули. Сделай передышку. Ну, вот сейчас сделайте передышку, потому что ваше колесо вращается, вы ничего не можете с этим поделать, да? Ваша судьба меняется. Сделайте передышку. Не отказывайтесь от новых знакомств. Несмотря ни на что. Если люди с вами знакомятся в сети или в жизни, не отказывайтесь. Знакомьтесь, открывайтесь для этого. И будьте осторожны в словах. Никого не оскорбляйте, не обижайте. Иначе ваше колесо может покатиться в другую сторону. Вот видите, у вас есть волна удачи, да? Но ведь главное негативными мыслями или словами не сбить эту волну. Никого не обижайте, не оскорбляйте. Это каждый раз больно ранит людей. Поэтому сразу же высшие силы вам указали, Вселенная указала, будьте осторожны в словах. Будьте осторожны, никого не обижайте. Даже шутками никого не обижайте. Вот, ну, все-таки позиция невероятно хороша. Хоть у вас есть тут предупреждение, да, что не оскорбляйте, не обижайте, будьте осторожны. Но все-таки позиция очень хорошая. И обратите внимание на знакомство. Почему? Потому что даже сам человек может не нести какой-то смысловой нагрузки в вашей жизни. Ну, его имя, например. Вот, допустим, загадайте, с кем я познакомлюсь, может стать моим мужем. С кем я познакомлюсь, может стать моей женой. С кем я познакомлюсь, такое имя повлияет на мою жизнь кардинально. И вот так можно погадать даже, да, что вы имя можете считать. Вот, допустим, человек познакомился с вами просто в социальных сетях, а вы перед этим загадываете, да, вот кто с кем познакомлюсь, с мужчиной, будет моим мужем. Ну, вот представим. И раз кто-то пишет, там, совершенно случайно, там, какой-нибудь Сергей, и вы загадали перед этим, и знаете, что да, у меня в будущем будет муж Сергей. Но это не значит, что этот Сергей, да. Это просто вы погадали на имя, по судьбе, какое вам идёт. Вот и всё. Ну, надеюсь, что это будет не какое-то заковыристое имя. Но это всяко бывает в жизни. Вы знаете, у меня были множество случаев таких, что люди гадали на имя, и выпадало очень интересное имя. А потом оказывалось, что человек соединялся с судьбой именно с человеком с таким именем. Поэтому вот обращайте внимание на знаки. Вот такая у нас вторая позиция. Очень интересная. А мы перейдём к третьей позиции. Что у вас на пороге, да? Что на пороге? Давайте смотреть. Первая карта — это вы. Вы шестёрка мечей. Куда-то вы собрались, да? Вот как будто бы быки куда-то идут. Тут немножко луж. Может, как весна, да, начинается. Или просто был дождик. Может, чуть-чуть ураганчик такой. Или как, ну, ветерок, да? Но мы видим, что они куда-то собрались и пошли вместе со всеми. Может, вы сейчас куда-то продвигаетесь, передвигаетесь, переезжаете. Вас перемещают. Может быть, вы должны поехать в командировку. У кого ведь какая жизнь, да? Кто-то в мирное время, кто-то не в мирное. Но сам факт, что куда-то идёт перемещение. Может, переезд, отъезд, командировка, путешествие. Да? Или грядёт путешествие. Вы живёте в переменах сейчас в жизни и хотите избавиться от проблем. Вот всё-таки шестёрка мечей — это карта ухода от проблем. Когда есть какие-то в жизни трудности, проблемы, переживания, но вы хотите от них просто взять и уйти. И вы уйдёте, да, вы уходите. Высшие силы вас видят человеком, который избежит проблем. Вот так, наверное. Или уже их избежал тем, что он перемещается, переходит или собирается сделать переход. Ну, допустим, с одного места работы на другое. Из одних отношений в другие, да? Или так, ну, и переезд. Да хоть что. Хоть что это может быть. Хоть что. Но сам факт, да, что сейчас проблемы отходят на второй план. Уходят в сторону. Вы от них уходите. Этих трудностей уже больше не будет. Вот так. То есть идёт именно вот такой процесс перехода. Хорошо. Давайте посмотрим теперь ваши события ближайшего будущего. Что на пороге? Такие интересные карты у вас выпали. Какая-то жизнь полна событий, да, разных. Всякие моменты такие вот, как события. События идут. Они зависят от мужчины. Он держит в руках весы. Вот король мечей, да? Король мечей. Ну, тут и знак, конечно, весы сразу же думаешь. Бабочка летает. Он может показаться строгим, но он справедливый и добрый внутри. Бык. Может, это символизирует год быка. Может, знак весы. Может, просто знак воздуха, да? Думайте, кто? Кто-то повлияет на вашу жизнь в ближайшем будущем. Король мечей. Человек. Вот такой вот строгий мужчина. Главный мужчина, может быть. Руководитель какой-то, да? Мужчина, у которого есть власть. Вот он как-то влияет в ближайшем будущем на вашу жизнь. Причём кардинально. Конкретно так влияет. Но опять же, вы можете как будто бы или положиться на него, да? Или как-то, может быть, доверять ему. Или вы можете от него уйти. Вот как будто бы уйти в другое место. Опять же, тоже вариант. Но больше я вижу именно, что он решает. Значит, можете положиться. Может быть, это мужчина, который проявляет к вам чувства. Могу ли я тебя защитить, да? Могу ли я тебя поддержать? Могу ли я тебя любить? Могу ли я быть с тобой? Оказать тебе помощь? Ну, может быть, как бы жить с тобой? Могу ли я жить с тобой? То есть, могу ли я проявить к тебе ответственность? Тоже вариант. И шестёрка жезлов показывает о том, что он много положительного может внести в вашу жизнь такой человек. Но у него как будто бы хорошая может быть должность, знаете, или положение в обществе. То есть, он такой товарищ-то, да? Всё-таки имеющий хоть что-то, как, ну, за душой, там, не бедный человек. Бык — это всегда богатство, да? Всё-таки богатство и процветание. Здесь у нас смешаны стихии, конечно, потому что в быке всегда есть знак земли. А он здесь на короле мечей. То есть, ну, тоже. И поэтому, ну, символ тельца тут тоже можно рассматривать, естественно. Ну, шестёрка жезлов, тут петухи, да, у нас петухи собрались. Что это значит, да? Это говорит о том, что может быть много активных событий. Вы проявите лидерство в ближайшем будущем. Вы будете победителем по жизни. Вы будете процветать. Вам поможет король мечей побеждать, да? Вам окажут поддержку в плане в том, чтобы вы зарядились энергией огня, процветания, да? Да, богатство может быть. И, конечно, у вас может как команда быть какая-то, в которой вы являетесь неким, не знаю, предводителем. Так получается. Плюс идёт тут трансформация быка. Смотрите, сначала он шёл вроде как с какой-то командой, понурив голову, а потом сел на трон, да? Ну, на пенё, конечно, но на трон как бы. И решает, взвешивает, судит, опять же. Тут тоже много интересных знаков. И петухи эти вот как трубят свою трубу, да? То есть, что мы победители, мы такие хорошие, у нас всё получается. Это значит, что вы как будто бы в жизни решите какие-то глобальные проблемы, свои трудности. И вам в этом помогут, да? Ну, сейчас глобальные трудности решаться, значит, вы сможете работать, ехать куда-то, что-то делать, да? Такое кардинально хорошее в жизни. Что, может быть, раньше у вас не так получалось. Двойка мечей тут как будто бы объединение с кем-то. Объединение и нахождение компромисса. Мы здесь видим, что у леопарда есть ножи в руках, но при этом глаза завязаны. То есть, нужно найти компромисс. И вы его найдёте с кем-то. Договоритесь о чём-то, понимаете? С кем раньше договориться не могли. И я вижу всё-таки здесь, что потом идёт семёрка кубков, которая показывает, вот не знаю, как может быть, поездку, перелёт, полёт, полёт фантазии. Да? Может быть, в этой карте знак скорпиона, опять же. Знак скорпиона в ней всегда есть. Особенно первой декады. Семёрка кубков – крылатый конь, да? Пегас. И значит, вы можете куда-то, вот как будто бы ещё съездить, полететь, путешествовать в скором будущем. Либо полёт фантазии, ну то есть творчеством заняться. Успешно причём, да? Что ваше творчество может продаваться в итоге. Или кто-то оценит там ваше творчество. По сути, у вас будет выбор. Выбор, допустим, работать на простой работе или заняться чем-то своим. И, ну, вы сделаете выбор по сердцу. И просто выбор туда, где больше приносит денег. Либо будете заниматься, сочетая всё это вместе. Вот. Но вам будет очень интересно жить. Вы как-то вот самореализуетесь, что ли. Плюс человек рядом поддерживает. Я это так вижу. Хорошо, смотрим подсказки Вселенной для вас. Ищите помощь на стороне. Вот я говорю вам, кто-то помогает. То есть вам и нужно искать помощь на стороне. Сами вы не совсем справляетесь, но вот человек вам может помочь. Устройте себе отдых. Иногда нужно отдыхать. Иногда делайте передышки. Оставьте новые дела на потом. Вот видите, вам сначала нужно, чтобы явился этот человек. Помог вам, потом у вас уже и будут эти новые дела. А пока сделайте, правда, передышку небольшую. Чуть-чуть вот отдохните, да, устройте себе этот отдых. И оставьте новые дела на потом. А потом у вас уже, когда этот человек приходит, это для вас будет знаковым событием, что этот человек поможет как-то устроить ваши эти новые дела. Ну вот такая вот интересная позиция номер три. Мне она очень тоже понравилась. Такая динамичная мне показалась позиция. С переходами, какими-то победами, да. Преодолением трудностей, новыми проектами. Вот, поэтому в ближайшем будущем, несмотря на то, что высшие силы советуют вам устроить себе отдых, я думаю, что это будет небольшой отдых. Всё равно вам скучать не придётся. Вот. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал и лайв, также канал Школа Тару Альвие. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Надеюсь, что мы продолжим наше существование. Надеюсь, что Ютуб будет нас транслировать. Нам это очень важно. И чтобы нас слышали, да, чтобы вы меня слышали, потому что я хочу с вами общаться. Я для этого всё это время, много лет записывала эти видео. И мне не хочется терять вас. Вот. И надеюсь, что вы напишите комментарии. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok